Девушки отдыхают Повар на дому Я приехал в Новый Орлеан, всегда хотел побывать в этом городе. К нам обратилась джаз-певица, большая классная Эллен Смит, женщина, которая пережила ураган, Катрина. Привет, Кертис, меня зовут большая классная Эллен Смит, я пою джаз в Новом Орлеане, Луизиана. Мама оказала мне большую поддержку после урагана. Невозможно описать наши потери. Я люблю готовить, люблю есть и не могу дождаться, когда вы приедете ко мне и сделаете ужин для моей мамы. Одна я не справлюсь. Приезжайте. Сейчас мы попробуем найти большую классную Эллен. Следуйте за мной. Как я понял, она работает добровольцем на строительстве домов. Давайте сделаем ей сюрприз. Вот и она. Большая классная Эллен? Как поживаете? Хорошо. Приятно познакомиться. И мне тоже. Всем привет. Как я понял, вы работаете на проекте «Жилье для человека». Да. В чем его суть? Мы строим дома в Новом Орлеане. Один дом для каждой семьи. У нас будут чудесные соседи, правда? Можно мне часок помочь в строительстве, пока мы не отправимся готовить? Конечно. Я очень-очень хочу помочь. Начинаем. Начинаем. И что надо делать? Постепенно возводим дом. Смотрим, чтобы стены были ровными. Так, отлично, отлично. Как поживаете? Хорошо, а вы? Отлично. Значит, вы босс. Вроде того. Значит, вы должны сказать «только учусь». Что нам делать? Ладно. Вот эта стена. В нее надо вбить гвозди. Вообще, у нас здесь много таких стен. И если вы ровно вобьете гвоздь, будет просто замечательно. Что? Вбить гвоздь? Да, ровно вбить гвоздь. Хорошо, я понял. Надо только правильно вбить гвоздь. Вот так. Сейчас зайду с другой стороны. Ну как, у меня получается? Я справляюсь? Да. Все отлично. Хорошая работа. Вбивать до конца? Теперь проверим. Получилось? Да. Отлично. Здорово. Хорошая работа. Супер. Они замечательные. Эти ребята из Теннесси. Мы вам благодарны. Спасибо. Расскажите, что любит ваша мама? Маме нравится любая еда. Думаю, сегодня мы немного поэкспериментируем. Ладно. Ладно? Да. Сделаем пару смелых блюд. Отлично. Вы готовы? Получится здорово. Ладно. Сейчас я забью этот гвоздь, и мы поедем в магазин. А вы здесь много работаете. То есть вы готовы к необычной еде, да? Значит, вы ее получите. Я приготовлю замечательное итальянское блюдо. Оно называется вителло тоннато. Вителло тоннато. Отлично. В основе этого блюда соус из тунца. Звучит немного странно, но на самом деле очень вкусно. Мы будем заправлять этим соусом телятину. Я вам доверяю. То есть мы точно будем готовить что-нибудь необычное? Что-нибудь безумное? Конечно. Сделаем это. Извините, сэр. Да. Вы не могли бы нам помочь? Конечно. Мы ищем телятину и кролика. У нас есть и то, и другое. У вас все есть? С ума сойти. Отлично. Большое спасибо. Не за что. Вы очень помогли. Спасибо. Смотрите, австралийский флаг и австралийские вина. Я уже давно их не пил. А мы возьмем что-нибудь, что будем пить во время готовки? Конечно. Отлично. Это в вашем стиле? Да. Вы мне нравитесь. Привет. Как поживаете? Хорошо. А вы? Отлично. Большое спасибо. Не за что. Хорошего дня. И вам хорошего дня. До встречи. Это ваш? Мой. Мне нравится цвет. Приятно это слышать. Так интересно. И кухня хорошая. Мне тоже нравится. Так здорово. Да. Сегодня мы будем экспериментировать с итальянскими блюдами. Приготовим виттелло тоннато, телятину под соусом из тунца. Еще мы сделаем жареного кролика. Десерт будет прохладным и освежающим. Фруктовый салат с холодной гранитой. Ну что, давайте поставим стол. Ладно. Принесем продукты и начнем готовить. Думаю, лучше начать с десерта, потому что он займет больше времени. Хорошо. Хорошо. Мы будем делать граниту. Это сладкий замороженный сироп. Когда он начнет застывать, надо взять вилку и немного поковырять в нем. Получится настоящий снег. Понятно. Отлично. Тогда приступаем к сиропу. Нужно две чашки воды. Воды. И чашку сахара. Теперь надо все это подогреть. Я думала, вы говорили заморозить. Да, но... А теперь хотите поставить сироп на огонь? Скоро мы его заморозим. Хорошо. Сначала надо растворить сахар в воде, поэтому мы ставим кастрюлю на огонь. А затем можно придать сиропу любой вкус. Ладно. Нам нужно, чтобы он получился вкусным и цитрусовым. Когда-нибудь пробовали маракуйю? Нет. В Австралии ее очень любят. Понятно. Берем нож и разрезаем ее. Сладкая. Чувствуете запах? Сначала попробуем. Он будет кормить меня. Ну ладно. Вкусно, правда? Настоящий цитрус. Кисловато, но вкусно. Вычерпываем содержимое. Добавляем пару лимонов. Чтобы выделился сок, надо сначала немного их раскатать. Теперь режем. У нас есть сладкий сироп и кисловатый наполнитель. Осталось только смешать их. Вы только посмотрите. Так вкусно пахнет. Сейчас мы достанем стеклянную посуду, которую я до этого положил в морозилку. Она очень холодная. Переливаем в нее наш сироп. Затем каждые полчаса будем скрести слои вилкой, чтобы эта масса превратилась в снег. Пока готовится десерт, можно приступить к телятине. Это блюдо, которое можно попробовать по всей Италии. Называется вителло тоннато. Попробовать где? В Италии. Оно итальянское. Оно пришло с севера Италии. Понятно. Мы будем делать телятину под соусом из тунца. У меня есть упаковочная пленка. Сверху положим телятину. И закатаем. Отличный рулетик. Ясно. Теперь я закручу его с обоих концов. Хорошо. Понятно. Будем готовить его в духовке при 140 градусах. Вместе с пленкой? Да, вместе с пленкой. Хорошо. Вот так. Мы готовы. И они тоже. Пусть плавают в воде. Мы поставим их в духовку на час. Только не надо указывать очень высокую температуру. Пока готовится телятина, мы сделаем соус из тунца. Хорошо. Разбиваем яйцо. Нам нужен только желток. Так, два желтка. Теперь добавим в соус сок двух лимонов. Он станет интереснее. Теперь переходим к тунцу. Берем обыкновенного тунца из банки. Масла нам не нужно. Добавляем тунца. Хорошо. Как думаете, что теперь? Может, шалот? Это он? Это он. Да, это он. Просто похож на маленький лук. Да, я привыкла, что шалот выглядит по-другому. Вы имеете в виду такие длинные стебли? Да, точно. Мы в Австралии называем их зеленым луком. Так что это моя вина. Понятно. Думаю, бросим половину. Половину? Да. Вы брали пальцами. Я тоже буду. Конечно. Используйте пальцы. Сейчас опять перемешаем. Хорошенько. Здорово. И выключаем. Теперь осталось только добавить немного оливкового масла. Оно придаст соусу пикантности. Давай, готовься. Получится вкусно. Да, очень вкусно. Не сомневаюсь. Странная комбинация, но получится очень интересно. Думаю, надо перелить соус в миску. О, Господи. Алло. Да, это моя сестра. Можешь сделать мне одолжение? Сейчас на моей кухне телевидение. Я готовлю сюрприз для мамы, а она должна скоро вернуться. Можешь ее задержать? Сколько времени нам нужно? До трех часов. До трех часов. У тебя получится? Плюс-минус час. Ладно. Тебе надо задержать ее до трех часов. Хорошо? Повар на дому. Сегодня мы готовим на кухне Эллен Смит. Она хочет сделать сюрприз своей маме. Вы только посмотрите, и так вкусно пахнет. Главное держать все в тайне. Тебе надо задержать ее до трех часов. Хорошо? Так, у нас есть чудесный кролик. Надо взять самую мясистую часть. Главное – избавиться от кожицы, иначе ничего не получится. Вы можете пойти переодеться. Вы можете пойти переодеться. Я сам закончу. Мы разделываем кролика. Надо избавиться от кожицы, потому что из-за нее он получится жестким. В Америке не особо любят кроликов, зато их едят в других странах. У кроликов очень деликатный вкус. Я покажу, как их правильно готовить. Итак, аккуратно снимаем кожицу. Отлично. Теперь положим эти кусочки на горячую сковороду. Пусть они немного подрумянятся. Слышите, как скворчит масло? Это просто замечательно. Немного оливкового масла. Польем им кусочки. А теперь обратно на плиту. Сделаем очень простой соус из ножек. Мы не будем использовать их в основном блюде. Рубим ножки на маленькие кусочки. А потом положим их на горячую сковородку, чтобы они немного подрумянились и стали давать запах. Добавим немного черного перца. Теперь обваляем их в муке, вот так, и наливаем масло на сковородку. Отлично. Вот так. Получится вкусно. Теперь положу сюда кусочки крольчатины. Хочу, чтобы они немного подрумянились. Огонь не очень большой. Теперь добавим оставшиеся ингредиенты. Немного шалотта, лавровый лист, тимьян. Так, у нас есть кролик, который отлично подрумянился на сковородке. Осталось добавить немного вина марсала. Выливаем прямо на кролика. Посмотрите, как оно кипит на дне сковородки, а запах просто невероятно. Так вкусно пахнет. Он поднимается со дна. Вино перестало кипеть. Теперь последние штрихи, и можно подавать. Просто, да? Думаю, у меня все готово. На закуску телятина под соусом из тунца. Получится очень вкусно. Кто это? О, вы отлично выглядите. Это моя внучка. Привет, милая. Скажи привет. Выглядите здорово. Спасибо. Я приготовилась к работе. Сегодня у меня выступление. Думаю, вечер будет жарким. Правда? Они придут, и я на работу. То есть мы накроем ужин, и вы уйдете? Они приехали, приехали. Белая машина. Остановилась белая машина. Они здесь? Только приехали. Это их машина? Да. Господи, надеюсь, все будет хорошо. Они приближаются, приближаются. Они на месте. Сюрприз! Ты в порядке? В порядке? Не могу перестать плакать. Это моя мама. А это моя дочка. Эллен, объясните нам, почему вы решили устроить роскошный ужин для своих родных? Мама, мама помогла сбыться моей мечте, петь джаз. Она постоянно вдохновляет меня, но иногда не хватает времени отблагодарить ее за это. Она многое для меня сделала, конечно. Она помогла мне пережить этот ужасный ураган. Да. Невозможно описать наши потери. Понимаю. Я не смогла отвезти ее в ресторан на День матери, хотя всегда так поступаю в этот праздник. Поэтому я решила устроить ей домашний ужин. Она этого заслуживает. Думаю, нам нужно большое объятие. Отлично. Люблю тебя. Почему бы вам не присесть, не расслабиться, а я тем временем принесу ужин? Договорились. Как вам это? Отлично. Здорово. Ну и хорошо. Точно. Давайте. Сейчас будет ужин. Сюда, мама. Сейчас я аккуратно порежу телятину. Ломтики должны быть тоненькими. Режем длинным острым ножом. Теперь берем наш соус. Отлично. Очень хорошая консистенция. Раскладываем кусочки телятины. Вот так. В качестве украшения возьмем каперсы. Получилось очень красиво. Пойдем узнаем, что думают по этому поводу девушки. Ого, как удобно вы сидите. Мне нравится. Привет, красавчик. Я Кертис. Меган. Очень приятно. Когда вы пришли? Пару минут назад. Отлично. Первое блюдо называется Виттелло Тонато. Оно итальянское. Это телятина под соусом из тунца. Довольно странное сочетание, но очень вкусное. Наслаждайтесь. Спасибо. Сегодня у нас дерзкое летнее меню. Классическое итальянское блюдо Виттелло Тонато, заправленное соусом из тунца. Ого. Ого. Он не лгал, когда сказал про тунца. Мне не хочется болтать. Это значит, еда очень хорошая. Кролик почти готов. Теперь я закину спаржу в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Вот так. Остался последний фокус. Мясо кролика жестковато, поэтому надо добавить к нему немного масла. Не думаю, что они будут против, ведь на юге любят сытную пищу. В любом случае получится очень вкусно. Возьмем немного масла. И затем я достану кролика. Отлично. Кидаем масло на сковородку. Теперь кролик будет приятного коричневого цвета. Пока масло тает, я буду поливать им кролика, чтобы он хорошенько пропитался. Запах просто изумительный. Потрясающе. Так. Пришло время резать кролика. Он готовится очень быстро. И это можно делать разными способами. Например, пожарить или потушить, как мы сделали с лапками для соуса. Выбирайте, что вам больше нравится. Это очень просто. Теперь разливаем соус по тарелкам. Вот так. У меня получился отличный соус, который очень вкусно пахнет. Чем больше ароматов в блюде, тем лучше. Не забудьте полить соусом кролика. Отлично. Так красиво. Вот и наша крольчатина. Великолепные кусочки, которые подаются со спаржей и соусом из кроличьих лапок. Наслаждайтесь. Спасибо. Наше главное блюдо – крольчатина под соусом из кроличьих лапок. Мама, ты должна почаще приглашать к нам шеф-повара. Нам повезло, что он хоть один раз приехал. Объедение. Пришло время десерта. На улице очень жарко, так что он будет как нельзя кстати. Режем киви, папайю, немного ананаса и, конечно, манго. Добавим мяту, она придаст десерту пикантности. Получилось очень свежо, правда? И так аппетитно выглядит. Теперь можно доставать граниту. Вы только посмотрите, какая красота. Накладываем замерзший сироп на фрукты. Выглядит потрясающе. О, да! А вот и десерт. Такой красивый. Сверху гранита из маракуйи и лимона, а под ней фруктовый салат. Этот десерт отлично подходит для такой погоды. Прохладный тропический десерт, который состоит из фруктового салата и замороженного сиропа с маракуйей и лимоном. Рада? Да. И я рада. Боже, как вкусно! Спасибо, что приехали к нам и подарили такие незабываемые впечатления. У меня небольшой вопрос, Эллен. У вас ведь сегодня выступление? Да. А что если я сегодня пою? Я приду и послушаю. Конечно. Почему бы и нет? Ну вот, Кертис, мы на месте. Здесь я выступаю. Мне нравятся звезды и полоски. Это Дос Джеффес сигар бар. Вам здесь понравится. Я уже немного опаздываю, так что вы устраивайтесь, заказывайте себе напиток. Ладно, скоро увидимся, я буду смотреть. Замечательное окончание дня. У нас была телятина, был кролик, а теперь и чудесный джаз. Субтитры делал DimaTorzok